В Коми несколько позже обычного стартовала посевная. На поля вышли крупные хозяйства Прелузия, Карткироса, Сыктывкара и Ухты. Сегодня ход работ в столичном предприятии проверил вице-премьер Анатолий Князев. По его словам, значительного увеличения площадей в этом году аграрии региона не планируют. К тому же хлопот сельхозпроизводителям добавили новые правила кредитования. Виктория Палкина сообщит подробности. Земля к посевной готова. В это на Сыктывкарских полях Анатолий Князев убедился лично. Хотя местами еще есть сырые участки, куда технику пока не загоняют. В первый день на свои гектары хозяйство выпустило три трактора. Апробируем технику, настраиваемся. И я думаю, через день, через два мы выйдем на две смены и будем активно работать. Технику мы вовремя подготовили, сделали дефектовку, закупили запчасти, отреагировали. Так что я думаю, все будет хорошо. Под однолетние травы отдадут 360 гектаров, под многолетние – 200. А вот площади под капусту урежут сразу в два раза. Сажать ее теперь невыгодно, говорят в хозяйстве. И делают ставку на картофель. Уже закупили семена, поменяли сорт. По словам Анатолия Князева, в Центральной России переживают за урожай второго хлеба в этом году. Поэтому торопиться в этом вопросе точно не стоит. Кто посадил рано, говорят, есть риск, что семена могут гнить под землей. Сыро, во-первых, холодно, они не прорастают, лежат там. Я слышал там, ребята, тревожная ситуация по Волже. Из республиканского бюджета на посевную уже направили больше 50 миллионов рублей. Хозяйством помогли закупить семена, пополнить запасы горючего. Все остальное за свой счет. И вот с этим большая проблема. Если в прошлом году кредиты на весенние полевые работы аграрии получили в конце апреля, то в 2017-м заявки от фермеров Коми до сих пор лежат на рассмотрении в банках. То, что и собственные ресурсы купили, там удобрения для теплища комбината, а вот на открытый грунт уже практически денег не хватает. Надо купить еще 2-3 вагона минеральных удобрений, надо купить средства защиты, надо купить гербициды. Сегодня картофель и капусту невозможно вырастить без гербицидов. Поэтому вот точнее главная проблема – это отсутствие кредитных ресурсов. Эта посевная для всех без исключения идет по новым финансовым правилам. Для хозяйств изменили механизм кредитования. Теперь аграрии работают с банками напрямую, а региональный минсельхоз лишь подтверждает состоятельность заемщика. Федеральный центр же сам определяет размер финансовой помощи для каждого региона. Не то, что мы не можем брать заявленные, даже говорят, что лимиты заканчиваются на инвескредит. Это не устраивает нас. Мы еще не осваивали деньги. Поэтому кто ближе, видимо, там успели разобрать. Ситуация сложная, напряженная. Но хотя вот есть на выходе ряд хозяйств, которые готовы уже к 20-му получить кредиты. Первоначально аграрий коми рассчитывали на 50 миллионов рублей. Но пока даже эти деньги хозяйство не получили. Уже на следующей неделе в региональном минсельхозе пройдет большое совещание. В открытом диалоге аграрий коми смогут задать федеральному центру все наболевшие вопросы этой посевной. Пока фермеры надеются на положительный ответ. В противном случае эта весна для наших хозяйств может стать одной из самых проблемных. Виктория Палкина, Василий Ядин, телеканал Юрген, Сыктывкар.